большое спасибо я очень рад быть здесь сегодня мы с вами переходим к новому к новой теме мы говорили о диагностических инструментах мы говорили о хирургии и теперь давайте поговорим о терапии тема моего доклада это системная терапия метастатической меланомы таргетные препараты это новые препараты особенно для лечения меланомы сразу надо сказать и вы прекрасно знаете что у нас такой недостаточно хороший успех в лечении меланомы таргетными препаратами в основном это происходит потому что мы не очень хорошо знаем возможности идентифицировать сами клетки не можем их определить как опухолевая к сожалению к счастью за последние годы у нас гораздо лучшие препараты уже на рынке и наши коллеги которые занимаются базовой наукой они гораздо лучше сегодня работают они гораздо лучше знают о самой опухоли о клетках опухоли вы можете увидеть что у нас отличается ситуация если вы посмотрите на оболочку с рецепторами и на так скажем внутриклеточное домена внутриклеточное поле я буду в своем докладе говорить в основном вот на вот этом пути концентрироваться это маг и раз и на сигналинг рецепторов как вы видите эти два пути связаны между собой и они контролируют самые главные черты и так скажем признаки нормальные здоровые клетки потому что они контролируют апоптос и пролиферацию и весь цикл клеточный цикл очень многие препараты были созданы или создаются на данный момент и они непосредственно направлены на эти рецепторы ломотениб например эмотениб и дозотениб все эти препараты они направлены на раф на этот путь и некоторые из них на ген мек я буду говорить в основном о тех исследованиях которые в основном направлены вот на эту терапевтическую мишень и так прежде всего я бы хотел сказать что статус мутации в меланоме на данный момент уже хорошо изучен и известен и как вы видите у нас повышенный процент пациентов с меланомами у которых специфические мутации с китомутации в основном это кромеальная и слизистой оболочки меланома и до 55-60 процентов пациентов с меланомой это как правило кожные хронические повреждения в результате хронических повреждений и они как правило связаны с мутацией брав кита брав мутации они как про это как правило кожные так скажем меланомы в результате повреждения эпидермиса и какие же у нас специфические есть мишени это теразинкиназы это внутриклеточные ферменты которые фосфорилируют специфические мишени и и происходит сигналинг через клетки контролирующий груз рост извините разделение клеток вот теразинкиназа это специфическая мишень для ингибиторов которые являются маленькими молекулами и которые ингибируют функцию непосредственно тиразинкиназа и так тиразин и гибиторы тиразинкиназа как правило используются для лечения солидных опухолей и других дерматологических нарушений злокачественных узлов и в последующие несколько минут я буду говорить об ингибиторах браф мэг ингибиторах мэг комбинации обоих и ингибиторах сикит для того чтобы просто вам показать еще что у нас доступно сегодня так меланома с мутацией в браф это достаточно гетерогенное заболевание как с молекулярной точки зрения поскольку мутация браф это не единственная мутация как правило у пациента будет мутация также в 60 600 е в 600 не е дальше другие мутации так скажем в 600 и поэтому это в общем гетерогенное достаточно заболевание и вы не можете конечно же разработать мишени для каждой из этих мутаций несмотря на то что браф мутация тоже присутствует то что касается терапевтического эффекта существует много возможностей и опций возможно также так скажем в качестве мишени иметь браф но у нас есть также иммунотерапия и вы увидите после обеда сегодня что мы можем добиться достаточно хороших результатов в общем-то работа и воздействия на иммунную систему и если мы с вами поговорим о браф кеназе как я уже говорил этот путь на в норме регулирует пролиферацию и выживание клеток но если у нас происходит мутация как минимум в гене браф то тогда вы можете получить активацию активизацию вот этого пути и таким образом происходит изменение пролиферации клеток и выживание клеток вы можете блокировать при помощи ингиби и ингибитора вот этот путь и обратно привести клетки в нормальной к нормальной пролиферации нормальной выживаемости и так у нас как правило два большие у нас как минимум есть два больших исследования которые исследовали возможность испытания этих двух препаратов возможность использования этих двух препаратов эти два исследования были оба третьей фазы сравнивались браф и кораз ингибиторы все эти были пациенты с метастатической меланомой и все они были стратифицированы по типу мутации браф они были наивны к химиотерапии и с тяжелыми стадиями вот посмотрите это разница между двумя группами которая была продемонстрирована вы видите что даже если мы будем говорить о без рецидивной выживаемости первичная конечная точка видите здесь была статистически значимая разница получена и вот это то же самое для общей выживаемости несмотря на то что у нас очень сливаются кривые почти что в конце этого графика просто потому что у нас был кроссовер в этом исследовании вот это исследование показывает вам как эти препараты работают и насколько быстро они оказываются эффективными фактически вы видите здесь некоторые случаи пациентов с большим поражением органов таких как печень например и легкие и вы видите что всего лишь через 15 дней лечения фуромимибом вы видите что есть полная регресс полный регресс заболевания вот на этих слайдах также вы видите что эти препараты работают и они работают также в периферических локализациях например таким образом вы получаете четкое преимущество даже для висцеральной и периферической локализации опухолей и результаты очень быстрые и и я вот хочу привести вам цифры которые показывают результаты вы видите что общий уровень ответа приблизительно 50 процентов в обоих исследованиях используя и количество полных ремиссий тем не менее достаточно низкая вот этот слайд показывает вам то что мы можем добиться хороших результатов и даже при мутации даже если это вариант мутация в 600 е к тем не менее этот препарат является эффективным что касается токсичности вы видите что у нас здесь типичное и специфическое нежелательное явление это что касается веморофимиба то здесь у нас светочувствительности высыпания кожные наблюдались и они были несколько выше по количеству пациентов которые продемонстрировали эти нежелательные явления и прерывание терапии в большем количестве случаев произошло то что касается токсичности доброфимиба то в основном у нас здесь были периферические и такие гриппоподобные лихорадкой и они здесь были достаточно управляемые так скажем вот это примеры некоторые вы видите что они достаточно типичные это типичное высыпание которые могут возникать на туловище или на конечностях пациентов на руках это непосредственно очень специфические проявления это светочувствительность при выходе на солнце например при дневном свете и здесь наблюдается необходимость так скажем понижать использовать извините лосьоны от крема или крема от загара вот гиперкератоз который особенно часто мы наблюдаем и это еще одна характеристика связанные с этими препаратами я уже об этом говорил вы видели что эти препарату вызывают кератокантомы и карциному базальных клеток базально-клеточную карциному поэтому эти препараты почти в десяти процентов вызывают эти проблемы и повреждения кожаные должны оцениваться и иссякаться ингибиторы мэг а мы говорили ингибиторах брав эти препараты доступны и полезны для лечения разных меланом в этом случае возвращаясь к опухоли самой мы видим что мы блокируем вот эту часть сигнальных путей и это важно потому что мы думаем что это один из методов который позволяет опухоли создавать дело в том что опухоль имеет механизмы избегания и поэтому мы стараемся захватить самые разнообразных участников эти путей вот результаты исследования к и целью было изучить определенные механизмы связанные с избеганием и сопротивляемостью химиотерапии и мы видим здесь первую и вторую линию на слайде препаратов и тенип дают гораздо лучшие результаты вот эта группа больше для более длительная выживаемость и вот здесь 46 процентов на 46 процентов снижается риск смерти в этой группе и несколько слов о общей выживаемости медиана пока пока мы ее не знаем несколько иллюстраций как работает это лекарственное средство это пациент с метастазами в легких почти полная ремиссия и у прогрессирование после системного лечения и отслеживалась остается ли нет эффективность этих препаратов и особенно при второй линии и в этом случае нежелательные явления довольно любопытные сыпь кожная сыпь это возможно всегда но кроме этого мы видели некоторые особые проблемы фракция выброса левого желудочка менялась и гипертензия была нам нужно было контролировать сердце и так далее монотерапия лечение монотерапия и эффективность лекарственных препаратов при метастатической метастазирующей миробон миланоми он можно говорить о комбинации ингибиторов этих двух генов то есть антимека анти брав препараты они в пятнадцатом году одобрены фд и продемонстрирована эффективность терапии и были исследования которых должны были продемонстрировать эффект энергии который дает комбинация то есть ингибитор комбинированный нужно было посмотреть на уровень полных ответов в ней увеличивается ли он и затем на возможное снижение пролиферирующих повреждений кожи и затем подавление кеназы и это то что было целью и задачам и была надежда что улучшится ответ первое исследование которое было проведено с этими целыми назывался комбидейка где спрашивали сравнивали ингибиторы брак просто плацебу и группа где был ингибитор комбинаторный третья фаза стратификация на мутации с на ВИЧ на отсутствие метастаза в мозг достаточно большая группа пациентов и вы видите кросс овер также отсматривался лучший подтвержденный ответ который говорит в пользу комбинации здесь вы видите мы могли увеличить здесь ответы 67 процентов пациентов достигли а вот это контроль и был только 51 процент такого ответа на монотерапии вот эта линия показывает результаты применение комбинации комбинаторной терапии по сравнению с монотерапией относительно выживаемости общей и без рецидива что касается токсичности вы помните что одной целью было снизить токсичность и это было возможно только частично в том смысле что перексия при комбинации остается одной из больших проблем и была выражена у пациентов у многих тем не менее кератоз снизился его проявление гиперкератоз и это было первое такое исследование третьей фазы которая показала эффективность большую комбинацию по сравнению с монотерапией и было возможно возможно было все таки контролировать токсичность далее еще должны закончиться два исследования этой фазы комби и комбиин эти это два больших международных исследования третьей фазы сравнение комбинации против против монотерапии вот эти тот же самый дизайн в двух исследованиях они оба сравнивают комбинацию и термпомин это тарафами тарафами и очень много пациентов по всему миру включено они показали хорошие результаты это по выживаемости без прогрессирования и также по общей выживаемости и достаточно статистика убедительная что касается нежелательных явлений вы видите что есть разница по двум группам если вы посмотрите термофемиб пероксия остается одной из самых больших проблем по сравнению термофемиб по сравнению термофемибом связаны с проблемами с точки зрения фотосизентивность и также кожной сыпи цель те же самые гены но все-таки различия есть и вот это отдельные также выделенные нетипичные побочные эффекты то есть комбинация двух препаратов доброфемиба и веморофемиб способствует улучшению показателей общей выживаемости показатели выживаемости без прогрессирования по сравнению с монотерапией и это расценено как значительное преимущество для пациентов и я думаю что это может стать новым стандартом последняя часть моей презентации это ингибиторы скит и мы меняем цель также в эту цель мы знаем что меланома здесь растет инвазивно и снижается экспрессия цикит и некоторый процент мутации имеет место определенный процент мутации если мы посмотрим на распространенность меланомы в населении то если мы сравним с акрональными и мукозными меланомами то здесь мы можем говорить о 30 процентов мутации которые мы можем у пациентов обнаружить новые препараты которые нацелены специально на цикит единственный теперь развивается исследование это абиссайнс мазитный но есть данные по эмотимиду и другие если мы просто вернемся к нам самим так сказать мы можем сказать что вот это трансмембранные рецепторы и там мы можем обнаружить мутации как в эксцеллюлярном домене так и в плазматическом большинство мутаций тем не менее находится между и одиннадцатым экзоном более 70 процентов пациентов имеют вот эти мутации и вот эти мутации влияют на экстрацеллюлярный уже домен и на домен киназ и полимеризация элегандов происходит и ферментный домен также вовлекается и и фосфолиляция рецепторов также имеет место и связывание с субстратом и в этом случае идет прямое влияние на пролиферацию и выживание клеток несколько данных которые известны по ингибиторам и мы можем видеть что количество цифровые показатели низкие но результаты увязываются предыдущим данными которые у нас есть по этой цели вот это результаты педсканирования показывают что у нас есть полная ремиссия в месте заболевания также проводится оценка с помощью КТ результаты ответы которые доступны и вот вы видите картину того что происходит в печени легких даже при диссеминированном заболевании возможно вылечивание но имея фокус эти цели клиницисты могут получить хорошие результаты в небольшом количестве случаев многоцентровые рандомизированные исследования как я говорил продолжаются и у нас есть еще одна цель последняя есть некоторые даты по n-раз в качестве цели первое начало буквально путей и способности ингибировать впрямую кровельно интересно работая с n-раз и долго считалось что невозможно работать с этим геном но оказывается что мы можем работать по этому пути блокируя демок если мы у нас есть пациенты с мутацией раз мы можем блокировать в направлении downstream по потоку вот это результаты работы инвитро и также идут работы инвиво исследования еще продолжаются и n-раз или брав мутации это цель разделили пациентов на две группы и скажем только брав мутация или n-раз 1 и в этом случае нету полных ответов частичные ответы и данные по ним есть в другом исследовании мы можем подтвердить эти данные и показать их на 100 даже больше пациентов 50 процентов ответов это растет цифра так если мы также учим тех кого стабилизирует заболевание где же мы точно находимся еще много работы продолжается им нужно проводить много работы мы по-прежнему проводим много исследований по комбинации по комбинаторным терапии что касается таггертных генов целевых генов у нас появилась возможность сочетать и испытывать комбинации и как я сказал некоторые исследования продолжаются вот начиная от ингибиров ингибиторов которые действуют на брафе мяки потом циклины ингибиторы NGA и даже иммунотерапия у нас возможности здесь расширяется исследование продолжается токсичность достаточно высокая но нужно сделать еще проделать очень много интересной работы и я с удовольствием отвечу на некоторые вопросы спасибо за внимание пациенты с коморбидностью их включали в эти фазы третьи фазы исследования да давайте скажем что коморбидные сопутствующие заболевания мы их исключали например пациентам у которых окулярные проблемы проблемы со зрительными нервами и глазные проблемы скажем но это не так как иммунотерапии в таких исследованиях когда мы избегаем пациентов с хроническими заболеваниями в нашем случае главный фокус был на наличии или отсутствии мутации спасибо большое